Слава Украине! Приветствую от Молонского! Что будет с деньгами рашистов, которые на сегодняшний день арестованы на многочисленных счетах? Речь пойдет только о деньгах, пока не о имуществе. На многочисленных счетах рашистов в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки. Речь идет о практически, ну там, 290 миллиардов долларов. Это только финансовые моменты, да? Что с ними будет? Значит, смотрите, то, что невозможно на сегодняшний день конфисковать, оно будет арестовано до тех пор, пока фашистская Россия не выплатит контрибуции в Украине. Как-то понятно, что вот этих 290 или сколько там миллиардов не хватит, еще будут продавать имущество. То есть это речь пойдет о огромных суммах. И в любом случае Россия не убьет ни денег, ни имущества до тех пор, пока она не рассчитается с Украиной за нанесенный ущерб в результате российско-фашистской агрессии. Это один момент. И второй момент. Вот сейчас из этой суммы приблизительно 200 миллиардов долларов, значит, из 300, грубо говоря, миллиардов, 200 миллиардов, это деньги, которые заморожены в Европе, в ЕС. И, ну, скажем так, конфисковать их проблематично пока что, но с другой стороны, они же в банках, и их же вполне можно использовать, и европейцы уже используют. Так вот, сейчас будет состоится встреча ведущих банкиров европейских стран, и они решат, что с этими деньгами делать. В каком плане? В плане того, что будет введен налог на получение прибыли от этих денег. То есть, думайте, российские деньги работают, пока Россия там задница. Российские деньги работают без ее участия, но пока что на европейскую экономику, хотя не всегда уже состоялось несколько фактов передачи вот этой прибыли от работы этих денег в Украине. Но теперь хотят это дело уже устаканить на законодательном уровне с тем, чтобы это делать постоянно. Таким образом, прибыль от того, что 200 миллиардов российских денег находится, 200 миллиардов евро, это 215 миллиардов долларов, находится в европейских банках, и там они, естественно, работают, составит больше 3 миллиардов долларов в год. И вот Европа решила следующим образом направить на восстановление Украины вот эти 3 миллиарда ежегодно. Ну, до тех пор, пока Россия не расплатится со своими долгами. То есть, навсегда будем проводить. Вот эти 3 миллиарда мы будем получать всегда. А Россия никогда не увидит деньги свои. Почему? Потому что пока она не заплатит Украине в полном объеме, вот этих вот 200 миллиардов, извините меня, евро, ей тоже не видать. Соответственно, российские деньги остаются работать в европейских банках, а прибыль от этой работы будет получать Украина. Ну, по крайней мере, так вроде бы как должны решить европейцы. По крайней мере, такое решение уже есть, и, соответственно, его осталось оформить. Так что вот, россияне, ваш Путин нагнул вас на, считайте, 300 миллиардов долларов, плюс 3 миллиарда долларов, как только из Европы, неполученной прибыли, которую получит Украина. Я же вам рассказывал, что ваши дети и внуки будут работать на наших детей и внуков. Все из-за чего? Из-за того, что ваш Путин напал на Украину. А вы его поддержали. Достойное наказание. Продолжение следует...